В таком, знаете, немецком гиллертерском духе прослежен штраф. Другой наш замечательный ученый, еврейский ученый Даниил Абрамович Хвальсон, который, ну, это просто один из основоположников российского востоковедения и ударики. К сожалению, Даниил Абрамович был вынужден креститься, чтобы в Петербурге занять коферу, но, тем не менее, крестился он так, как, знаете, вступали при советской власти в партию. Не потому, что исповедовали эту коммунистическую доктрину, а просто, чтобы иметь какой-то, так сказать, пропуск для карьерного роста. И Даниил Абрамович хотел заниматься наукой, хотел заниматься устаковением, гибраистикой, никаких возможностей у него для этого, иных не было, кроме как принять христианство. И он его, так сказать, принял. Тем не менее, он никогда не отказывался от еврейства. И более того, что особенно важно для нашей темы, он написал очень интересное исследование, они тоже переиздавались, употребляют ли евреи христианскую кровь. И он также исследует все движение этого мифа на протяжении истории. В том числе, он был экспертом в саратовскому делу обвинениях, в туристском, может быть, делу. И как эксперт он свидетельствовал о том, что это совершенно абсурдные и ложные обвинения. Он не просто свидетельствовал, но и его труды являются теоретическим обознаванием этого. И в частности, поскольку для такого носителя, такого мифопоэтического сознания, изображение чрезвычайно важно, как мы видели с вами вчера в фильме некоторые христиане, когда их спрашивают, правда ли, что иудеи используют, убивают христианских младенцев и заживают их кровь, они говорят, ну да, но это же изображено на картине, которая может быть. То есть, это в самом-самом по себе становится для них доказательством. Так вот, в этих процессах ритуальных, которые проходили в России в тот период, когда профессор Хвальсон занимал кафедру в Петербургском университете, доказательством или аргументом в этих процессах являлось одно изображение из издания 16 века, где человек в короне изображен принимающим ванну и, значит, дети, которые отрываются от матерей, убиваются и кровь выпускается в эту ванну. И это изображение использовалось как доказательство того, что иудеи используют эту кровь, и Хвальсон, но также, конечно, такой ученый, как Истамаров, они просто подняли насмех эту концепцию, потому что это как раз изображение фараона, средневековое изображение в еврейских изданиях фараона, который, как вы помните, заболел проказой, ему было предписано ежедневно убивать евреев, то есть ежедневно принимать кровь из убиенных еврейских детей. То есть вы видите инверсию мотива, то есть то, что существует в еврейской истории, в еврейской легенде, в еврейской мифологии, оно переворачивается и становится принадлежностью, элементом христианской мифологии, просто с обратным знаком. Значит, не еврейские дети убиенные, а христианские дети. Таким образом происходит и такое заимствование, и такое переворачивание смыслов, что в культуре очень известный механизм, такой постоянно действующий. И я хотела бы обратить ваше внимание на то, как движется и работает исследовательская мысль, потому что, конечно, эта многообразная проблематика, она привлекает интересы ученых бесспорно, и ученых-историков прежде всего, конечно, но и не только. И я принесла вам показать книжку, но она, к сожалению, не переведена, это книжка на польском языке, но это фундаментальное исследование на архивных материалах, которое сделала польская исследовательница доктор Ханна Демиджинок, она работает в Еврейском историческом институте в Варшаве, работает с архивами и документами, она медиалист. Книга называется «Черная легенда евреев. Процессы о так называемых ритуальных убийствах в давнем Польше». Причем она провела колоссальную работу, тут приложение, так сказать, карты местности с изображением, тут помечено, в каких именно городах, какие именно обвинения выдвигались. Половина ее книги посвящена тому сюжету, который традиционно называется «Кровавый навет», то есть когда убивается человек, а половина книги, будь дословно, посвящена сюжету с осквернением гостей, то есть вот этой обладки. Все-таки это, разумеется, типологически и семантически, по смыслу своему и по своей направленности, это однотипный сюжет. Но формально, да, с точки зрения сюжета сложения и его логики, это сюжеты разные. Поэтому вот доктор Венгжинок провела колоссальную работу в архивах всех небольших городов. Она подняла все материалы судебных процессов. Тут приводится, вы видите, где, когда, кто, какое обвинение, какой был приговор и в каких источниках это отражено. Причем источники она берет многообразные, она берет, например, хроники, судебные акты, но также и антисемитскую литературу, антииудейские трактаторы, что, конечно, чрезвычайно интересно. И я, завершая нашу сегодняшнюю лекцию, хочу вам просто предложить, процитирую сейчас, фрагменты из антииудейских политических сочинений, которые именно обвиняют людей, в использовании христианской крови. Ведь, понимаете, каким бы ни было это мифопоэтическое сознание, какими бы темными и наивными не были эти люди все-таки, и они должны были ставить перед собой вопрос, а зачем? Вот иудеи убили христианского ребенка и сцедили его кровь в сосуды. Для чего? Что дальше они делают с этой кровью? И вот тут очень богатое поле, так сказать, и для фантазии. Это отражено в многочисленных памятниках. Я вам сейчас процитирую какой-нибудь из них, любой на выбор, но поверьте мне, что их очень много, и что сообщаемые там сведения многократно транслируются, мы встречаем их в текстах в разных географиях, и даже разного времени. И я думаю, что, когда я процитирую, вы оцените, почувствуете, так сказать, вкус этого документа и сами сможете оценить его. Существует 10 причин. В данном случае я читаю сочинение не какого-то там темного, ну, собственно, темный человек и не пишет сочинение. Я вам читаю трактат 16 века, который написан священником, Шетцловом Маецким, который объясняет, значит, это называется «Иудейские жестокости, убийства». Это хорошее название для трактата. Вот. Впервые издан в 1589 году и многократно переиздавался. Так вот, он объясняет просвещенный, ученый человек, священник, который кончил теологическую академию. Он объясняет пастве, темным, наивным людям. Зачем иудеи вот эту вот кровь? Как они ее потом используют? Вот, судите сами. Ну, первая причина, конечно, это общая. Это ненависть к христианам. Ну, вот, ненавидят и вот, значит, убивают. Кроме того, это прежде, это магия. Потому что пока иудеи были в Египте, они научились там египетской магической практике. Они научились там, в Египте, человеческим жертвоприношениям. Они там это получили в наследство. Потом они уже вышли из Египта, да, расселились сюда. И для своих чертовских наук, то есть для магической практики, они нуждаются в христианской крови. Ну, тут я вас обращаю к классическому труду Джошуа Трахтенберга, да, «Дьявол и евреи», где очень подробно этот труд существует не только по-английски, переведен на русский язык. Я вас обращаю к фундаментальному классическому труду, где Трахтенберг рассматривает просто там еврей-колдун, еврей-маг, еврей- то есть представление средневекового общества, демонизировавшего иудеев. Так что в этой книге это все. Вот, пожалуйста, Ксен Смаецкий так и пишет, что они маги, и для своей магической практики они нуждаются в человеческой крови. значит, египетское колдовство и египетское. Далее, кровь христианина используется при обрезании. Это очень полезно, это останавливает кровотечение у мальчиков, которых иудеи на восьмой день обрезают. Далее, христианская кровь помогает иудеям для достижения благорасположения и любви. Ну, христиане ведь преисполнены любви и благорасположения. Значит, когда иудеи выцеживают эту кровь, они ею затем окропляют перец и шафран, который они дарят христианам. Какое сложное построение, да? отчасти, чтобы сделать их соучастниками своих кровавых преступлений, а отчасти для завоевания их любви. Ловите тонкую изысканную мысль. Евреи вообще продают перец шафран, они торговцы, да? И когда они каплю христианской крови туда накапывают, и этот перец, этот шафран подарят христианам, христиане воспылают к ним любовью. И он, правда, пишет, ну, человек ученый, но кончил теологическую академию, понимаете, он чувствует некоторую неловкость, пишет так, и хотя доброму христианину не подобает верить в такие предрассудки, однако я вижу, то есть он ссылается на опыт, что те, кто сблизятся с евреями и отведают их перца и шафрана, становятся такими их большими друзьями, что водой не разольешь. Ну, неловко, да, ученому человеку верить в такие предрассудки, но я это вижу, это факт. замечательно, что он ссылает. Дальше тоже изысканное очень соображение. Оказывается, у евреев не только у женщин, но и у мужчин во кровотечении регулярно. регулярно и поэт пользуется в данном случае как лекарство. Ну, там подобное лечит подобное. Так что для избавления мужчин от менструации. Тоже такая нетривиальная мысль. Согласитесь, что какая-то поэтическая фантазия работает. Кроме того, христианская кровь добавляется иудеями в воду, в которой они моются, и таким образом они избавляются от перхоти, от всяких углугов и так далее. Очень полезная целебная вещь. Мне очень нравится восьмой пункт замечательный, что вообще-то иудеи не вполне уверены в том, что не пришел ли уже на самом деле Мессия. Может быть, Иисус Христос и был тем Мессией. Они напрасно ждут какого. И поэтому умирающего еврея мажут христианской кровью со словами «Если обещанный в Таре и пророками Мессия уже пришел, и это христианский спаситель Христос, то кровь невинного ребенка, умершего в этой вере, пусть поможет тебе в спасении». Так вот на всякий случай. Помад, чудно. Вот. Кроме того, чтобы вы знали, это девятое объяснение, евреи вообще-то рождаются с двумя приросшими к телу пальцами. И лишь христианская кровь может эти пальцы отлепить никаким иным способом. И последнее, о чем нам сообщает Ксенц Пшетслав-Маецкий, христианская кровь они используют из опасения, что со временем их потомки могут стать более мягкими по отношению к христианам, и поэтому кровью их побуждают к смелости, убийству и всякому порогу. Вот причем, вы понимаете, конечно, мы видим, сколько тут от сказочного фольклора, да, но представьте себе, что эти соображения, эти причины, они воспроизводятся и повторяются, и, например, они воспроизводятся в книге мессия правдивый Иоанникия Галитовского, который одно время был ректором Киево-Могилянской академии. Он не все десять от Маецкого воспроизводит в своем обширном, огромном таком труде, который вышел на украинском, на польском и на русском языке, о подлинном, значит, мессии, который, понятно, Иисус Христос, это полемика с иудеями, и там вот это вот все приводится, то есть на православный регион это тоже работает. И я тут приготовила для вас небольшой хэндаут, если хотите, это из сочинения XVIII века, тут тоже есть объяснение, это антииудейское сочинение, христианское, ну, вы можете оценить, это другое сочинение, не то, что я цитировала, это очень интересный такой памятник, он называется Бредни Талмуда, да, и вот как христиане себе представляют, что иудеи пишут в Талмуде, какие у иудеев обряды, связанные с кровью.